Добрый день, друзья! Ну что, дождались? Путин выступил. Я расскажу о самых важных моментах и дам свой анализ, если хотите увидеть полное обращение. Вот в уголочке наверху полная версия. Итак, первые 14 минут, половину выступления, Путин рассказывает, что экономика и демография прямо-таки требуют повышать пенсионный возраст, пенсионная реформа неизбежна и все дела. Так что смысл обращения один – оправдать проект предлагаемых изменений в пенсионную реформу. Путин таки впрягся за врагов народа и сам к ним примкнул в наших глазах. Я не нахожу ему оправданий. Но давайте по тексту. С точки зрения ораторского искусства выступление сделано качественно, говорит президент убедительно, для бабушек и прочих слоев электората. А вот с 14 минуты начинается интересное. Путин рассказывает, какие альтернативные возможности они рассматривали и почему были отвергнуты. Это рассмотрим подробнее. Прогрессивная шкала ставки налога, чтобы богатые платили больше. Вроде бы эффективная, кажущаяся справедливая мера введения прогрессивной шкалы подоходного налога. По оценкам Минфина, применение повышенной ставки налога, к примеру, в 20% к высоким доходам, может дать и то не наверняка, но порядка 75-120 миллиардов рублей в год. Этих средств в лучшем случае хватит на 6 дней. Потому что ежедневная, я хочу это подчеркнуть, ежедневная потребность на выплату пенсии в России составляет 20 миллиардов рублей. Второе. Продать огромные здания пенсионного фонда, которые люди раздражают. Другой вариант. Продать часть кусть собственности. Например, как некоторые предлагают все здания пенсионного фонда, включая его региональное отделение. Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. Я это также поддерживаю. По оценкам общая стоимость этих объектов 120 миллиардов рублей. Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка 6 дней. Это тоже не выход. Но вопрос же не в этом, а в том, чтобы чиновники перестали воровать. Они платят пенсию 15 тысяч рублей, а себе к Новому году премии по миллиону выписывают. Это бесит. Это нужно изменить. Дальше. Также рассматривали дополнительные налоги на нефть и на газ. Или предлагается обложить дополнительными налогами нефтегазовые компании. Топливно-энергетический комплекс. Могу вам сказать. Всего этого, что мы таким образом сможем собрать, хватит, чтобы выплачивать пенсии максимум пару месяцев. Более того, так мы поставим выплату пенсии, всю пенсионную систему страны в крайне уязвимое положение. В зависимости от перепада цен на мировых рынках улеводородов. Может быть активнее использовать средства резервных фондов, которые пополняются за счет... Опять же не в этом вопрос. А в том, чтобы потеснить олигархов. Все же понимают, что олигархи наприхватизировали народное в 90-е. Рано или поздно народ спросит свое. И сейчас самый, что ни на есть, подходящий момент. Ладно, в этом направлении хотя бы Белоусов сработал, который 500 миллиардов сохранил в стране. Четвертое. Резервные фонды, которые пополняются за счет нефти и газа. Доходов от нефти и газа. Да. Можно какое-то время. И это. А если завтра, как я уже сказал, цены на эти товары упадут, что вполне возможно, и уже не раз было, что тогда? Резервы будут исчерпаны мгновенно, в течение нескольких месяцев. Жизнь людей, их пенсии, доходы на годы вперед не могут и не должны зависеть от цены на нефть, которая меняется каждый день. Может быть следует... Опять не в этом дело. Может простые люди даже и не понимают, в чем тут дело. А люди интересующиеся давно знают, что эти самые фонды не вкладываются в нашу экономику. В заводы и фабрики. А в экономику американскую. В западные фонды и ценные бумаги. А когда приходит время, их тратят. Но не на народные нужды. А чтобы спасти, например, бизнес тех же олигархов. Закрыть финансовые дыры от санкций. И тому подобное. В этом проблема. Пятое. Покрыть дефицит за счет федерального бюджета. Продолжить наращивать финансирование пенсионного фонда. За счет федерального бюджета покрывать его дефицит. Уже говорил, что для этого пока есть ресурс. Они действительно есть. Но посмотрите, какая здесь складывается картина в целом. В текущем году на эти цели мы выделяем из бюджета 3,3 триллиона рублей. Из них 1,8 триллиона рублей непосредственно на обеспечение выплаты страховых пенсий. Если предположить, что мы хотим достичь поставленной цели выйти на среднюю пенсию в 20 тысяч рублей, ничего при этом не меняя, то дефицит пенсионного фонда увеличился бы в полтора раза, до 5 триллионов рублей. Для сравнения, это больше, чем все расходы на национальную оборону и безопасность страны. Выбрав такое решение, мы рано или поздно разрушим наши финансы. Думаю, друзья, вы сами понимаете, в чем тут вопрос. Почему бы нам не увеличить бюджет? У нас же нет программы развития страны реального, чтобы денег стало больше. Тогда бы их могло хватить и на пенсии. Где исполнение майских указов? Они не исполнены. Тогда почему никто не наказан? Всем оставлены должности. Так и будем вопросы развития оставлять в стороне, а вопросы решать за счет народа. Гиперинфляции и ростом бедности. Не имея ресурсов, не сможем обеспечить надежную безопасность страны. Не сможем решать самые насущные задачи. Развивать образование и здравоохранение. Поддерживать семьи с детьми. Строить дороги и инфраструктуру. Повышать качество жизни людей. Будем обречены на экономическое, технологическое отставание от других государств. Поэтому наше бездействие сейчас... Вот это и есть главная проблема. Мы и так не развиваемся. Дорог нет, медицина и образование на дне, работы у людей нет. Бизнес прижат, стрясли с них последние деньги. Можно долго перечислять проблемы? И так, далее Путин рассказывает о том, какие послабления он предложил и внес в эту реформу. Женский пенсионный возраст увеличен не на 8, а на 5 лет. Многодетным семьям выход раньше за 3 детей на 3 года, за 4 детей на 4 года раньше, за 5 детей на 5 лет раньше выход на пенсию и так далее. Льготы для тех, кто уже должен вот-вот выходить на пенсию, они таки смогут стать пенсионерами до начала реформы. Риски потери работы предпенсионного возраста 5 лет. Если вы уволите того человека, который уже почему-то не справляется, президент предлагает ввести уголовную статью. Реальные стимулы для бизнеса предполагаются, но они еще не разработаны, это пустые слова. Мелкий и средний бизнес и так загибается. А теперь гениальный выход. Пусть бизнес обеспечивает пенсионеров вместо государства. Вопрос, а зачем нам тогда государство? Дальше. Программа по повышению квалификации. Логика. Ледчик. Человек занимался 30 лет физическим трудом. Пахал. У него там больные руки, он больше не может работать. Давайте его переучим, повысим ему квалификацию. Они считают, что вчерашнему слесарю на заводе освободят место в бухгалтерии, в тепле. Или они имеют ввиду автоматизацию, роботизацию, которые еще сильнее урежат рабочие места. Когда один человек со станком заменит 10 нынешних рабочих. Чушь полная. Дальше. Социальные гарантии. Если сейчас пособие по безработице 4 900, то будет 11 200, если человек предпенсионного возраста. Но оно длится только один год, и ему подберут какую-нибудь работу, каким-нибудь дворником. Уже со следующего года это предлагают. Плюс 2 дня добавят на диспансеризацию. Шахтерам, цеховикам, чернобыльцам, жителям севера и так далее. Добавят дополнительные выплаты. Проблема же, друзья, не в размерах пособия, а в возможности его получить, точнее вне возможности. Все понимают, что большинство этих денег просто не увидят. Если дадут миллиону человек в год такое пособие, то нечего опять будет его давать. Окажется, что нет таких денег. И просто в учреждениях будут говорить, а мы вам не можем ничего дать. Дальше. Ранний выход на пенсию по стажу. Если женщина работает 37 лет, а мужчина 42 года стажа, то есть те, кто с 18 лет работает, вот для них пенсия останется, получается, как и сейчас, с 55-60 лет. То есть это, по-моему, наиболее адекватный момент во всем выступлении. То есть те люди, кто работал всю жизнь с 18 лет, таких людей очень много. Реально они выйдут в свое время, как и планировали. То есть 55-60 лет. Если они работали от 18 и до 55 для женщин, до 60 для мужчин. В принципе, они получат свою пенсию. Также Путин даст льготы по налогам, по достижении предпенсионного возраста. Те льготы, которые сейчас для пенсионеров, то уже для предпенсионного возраста эти льготы будут работать. На этом все. В общем, друзья, вы сами видите, это все критики не выдерживает. Вот главные вопросы. Первый. А как же референдум? Второе. Доверия нет. Никто не верит в пособия, в льготы, в пенсии по инвалидности. Люди знают, что на бумаге это положено. А поди ты это еще получи. Поговори ты с этими чиновниками, которые истребуют с тебя такие бумаги, которых в природе не существует. Третье. Вот мне непонятно, кто слушал все выступление, меня поймет. Так нужно, чтобы пенсионеры жили богаче? Или нужно спасать бюджеты? Это невооруженным глазом заметное противоречие выступления. То ли они признаются в том, что развития нет и надо спасать бюджет, караул ему кранты. А нет, у нас же успехи на всех фронтах. Значит нужно предложить людям выбор, вариант с маленькой пенсией, но раньше, когда они и планировали. Но об этом речи нет. А у меня к вам, друзья, один вопрос. Вот в теории, как бы вы отреагировали, если бы Путин заявил, например, так. Да, ребята, денег нет, все плохо, мы повысим пенсионный возраст. Но, первое. Продадим особняки пенсионного фонда. Второе. Введем прогрессивную шкалу налогов и богатые будут платить больше. Третье. Начнем тотальную чистку офшорных денег и коррумпированных чиновников с конфискацией. Четвертое. У нас разработан четкий план по созданию рабочих мест для людей от 18 до 65, такой, такой, такой-то. Сказали бы вы, что такой вариант был бы приемлемым. Что не все на наши плечи, на плечи простых людей свалили проблемы, что у них там бюджеты не сходятся. А предложили справедливый и адекватный план действий. Ведь дело не в том, что пенсии лишают, а в том, что взамен мы ничего не получаем, никаких изменений, никакого позитива, никакого развития. Все проблемы остаются. А ведь кризис – это именно возможность проблемные моменты разобрать. Слова, которые результатами не подкреплены, вызывают исключительно раздражение. Я так и вижу комментарии, которые вы сейчас напишите. Веры в названные плюсы просто нет. Главное для власти дело – вернуть доверие народа. А теперь это вообще не удастся. Друзья, свое мнение высказывайте в комментариях, с интересом почитаю. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь вконтакте, в фейсбуке, в твиттере. Это поможет. Распространяйте ценную информацию, доносите ее до людей. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok